Запрет на экспорт товаров на сумму более 11 миллиардов евро – это одно из новых ограничений, предложенных Европейской комиссией в 10-м пакете санкций против России в связи с ее агрессивной войной против Украины. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, такая мера поможет лишить российскую экономику критически важных технологий и промышленных товаров. Для достижения максимального эффекта мы нацеливаемся на многие промышленные товары, в которых нуждается Россия и которые она не может получить за счет поставок из третьих стран. Такие жизненно важные товары, как электроника, специализированные автомобили, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей. И мы нацелены на товары для строительного сектора, которые могут быть направлены на вооруженные силы России, такие как антенны или краны. Кроме этого, в новый пакет включают российских пропагандистов наравне с политическим и военным руководством России. В списке уже более 100 новых имен на персональные санкции. Евросоюз вводит и новые меры по предотвращению обхода санкций. Мы будем отслеживать олигархов, которые пытаются скрыть или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы создали обзор всех замороженных активов Российского Центрального Банка, находящихся в Европейском Союзе. Мы должны знать, где они находятся и сколько стоят. Это крайне важно в связи с возможным использованием государственных российских активов для финансирования восстановления Украины. В 2023 году Россия стала лидером санкционных программ, которые были расширены на 42%. В её отношении введено более 11 тысяч ограничений, сообщает «Голос Америки». При этом ещё не был использован инструмент вторичных санкций. Это когда все страны, которые не поддержали введение ограничений, предлагают на выбор – соблюдать санкции и прекратить сотрудничество с Россией, или оказаться самим под штрафными санкциями и лишиться доступа к рынкам ЕС и США. Ещё не использованы вторичные санкции. Ими часто угрожают, но их редко применяют. Хотя, напомню, они оказались фантастически эффективными, заставив в своё время многих на планете сделать выбор между торговлей с Ираном и отношениями со странами Запада. Даниэл Таннебаум – старший научный сотрудник Атлантического совета. В интервью русской службе «Голос Америки». Вторичные санкции необходимы, особенно в отношении военно-промышленного комплекса России, считают и в Офисе президента Украины. На данный момент 168 российских компаний, связанных с ВПК, под санкциями. Этот список требует расширения. Во время разговора с представителем Министерства иностранных дел Великобритании Кумаром Айрам, который руководит вопросами санкционной политики, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у России всё ещё есть деньги на ведение войны. Поэтому санкционное давление необходимо продолжать. «Мы планируем провести санкционный саммит в Украине. Он намерен проанализировать, что уже сделано, и разработать мощный план санкций». Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, в телефонном разговоре с Кумаром Айером, генеральным директором по экономике, науке и технологиям Министерства иностранных дел, дел Сотружества наций и развития Великобритании. О расширении санкций говорят и экономисты. Чем больше российской продукции будет охвачено ограничениями, тем меньше возможностей обойти санкции. Российские активы, которые были заморожены после начала полномасштабного вторжения, необходимо изымать и передавать Украине. И это будет своего рода такой, знаете, прививкой для тех, кто, во-первых, поддерживает Российскую Федерацию, ну и для тех, кто пытается обойти эти санкции. Что касается тех же самых товаров военного назначения, то понятно, что это прежде всего различного рода схемы отслеживания продуктов и, собственно, исследования тех цепочек, которые создает Российская Федерация через разного рода подставные фирмы, через разного рода фирмы, которые формально не относятся к России, но где-то каким-то образом контролируются представителями российского капитала и российского государства. Это, в общем-то, такая достаточно непростая, я бы сказал, во многом бухгалтерская и юридическая работа. В десятый пакет санкций Евросоюза против России Брюссель впервые включил организации из третьих стран. Как сообщила, представляя предложение Еврокомиссии ее глава Урсула фон дер Ляйен, в санкционный пакет войдут семь иранских организаций, которые, по данным Брюсселя, поддерживают вторжение России в Украину. Стражи Исламской революции предоставили России беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине. Поэтому мы добавляем к нашему санкционному режиму семь иранских организаций. Долг ЕС наложить на них санкции и противостоять Ирану в поставках беспилотников и передачи технической информации для строительства производственных площадок в России. ЕС планирует принять десятый пакет санкций на следующей неделе в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.